Здравствуйте, это программа интервью, я Татьяна Донцова и сегодня тема нашей встречи это электронные услуги Росреестра и гость в студии, начальник отдела ведения ЕГРН, управления Росреестра по Хакассии Александр Вячеславович Лощенко. Здравствуйте, Александр Вячеславович. Александр Вячеславович, ну вот скажите, пожалуйста, как давно появилась услуга личный кабинет и какие преимущества она дает пользователям? Ну, личный кабинет существует достаточно давно, уже более двух лет, вот, ну, постоянно меняется, вот, тот личный кабинет, который сейчас правообладатель увидит и которым пользуется, он запущен в семнадцатом году, обновленный, расширен его функционал, добавлены новые возможности, вот, ну, а по преимуществам, есть преимущества пользования личным кабинетом в том, что, во-первых, некоторые возможности, существуют доступны только через личный кабинет, вот, ну, и во-вторых, можно отслеживать свою недвижимость, получать извещения об изменении характеристик, например, объекта, получать уведомления, скажем, в случае продажи одним из участников долевой собственности, своей доли, на личный кабинет участника приходит уведомление соответствующее. Вот, кроме того, только в личном кабинете доступна возможность сформировать ключ доступа к получению услуг через федеральную информационную сеть Единого государственного регистра недвижимости. Вот, других вариантов тут про ключ доступа нет. Ну, вот, вы один из моментов назвали удобства услуги личный кабинет. Это извещение участников долевой собственности о продаже одной из долей. Давайте поподробнее об этом остановимся, на этом остановимся, потому что, я так понимаю, что это вступило в действие вот буквально с января этого года. Да, действительно, такая возможность реализована Росреестром с начала этого года. Напомню, что обязанность по информированию, по извещению участников долевой собственности о желании продать свою долю, она установлена Гражданским кодексом Российской Федерации, и является обязательным условием для последующей успешной регистрации перехода права и регистрации прав нового собственника. Вот, поэтому сейчас, воспользуясь этим сервисом, правообладатель, который имеет долю в праве на объект недвижимости, может через личный кабинет на сайте Росреестра заполнить уведомление, очень простое, очень понятное, опубликовать его, и буквально с этого же момента оно становится доступным для неограниченного количества пользователей, ну, то есть для участников долевой собственности в том числе. А какие сведения на сайте общего доступа, а какие может получить только вот автор этого личного кабинета, пользователь? Ну, вообще, законом о государственной регистрации недвижимости установлено, что сведения из Единого государственного реестра недвижимости может получить любое лицо, за исключением тех, доступ к которым ограничен законом. То есть, есть сведения, которые может получить любой пользователь не только личного кабинета, но и сайта Росреестра, потому что в данном случае получение сведений из ИГРН, например, если мы о них говорим, не обязательно тут иметь личный кабинет. Это удобство личный кабинет, но не обязательные условия. Можно просто зайти на сайт, не регистрируясь, также заполнить заявку и запросить эти сведения. Вот. В то же время есть сведения, которые может получить только правообладатель. Ну, скажем, только правообладатель может получить сведения о правах отдельного лица на имевшиеся или имеющиеся объекты недвижимости. Вот. Любой человек может получить сведения, выписку, об основных характеристиках на объект недвижимого имущества, зарегистрированных правах. То есть, например, я как физическое лицо могу получить сведения в отношении любого объекта недвижимости, заполнив форму запроса, кадастровый номер объекта недвижимости, либо его адрес. Вот. Я получу эту выписку. Ну, а, как я уже сказал, например, сведения о правах конкретного физического лица Иванова Ивановича может получить только Иван Иванович, ну, или его доверенное лицо. Ну, а какие-то преимущества заявителям предоставляются при подаче заявления вот именно в электронном виде? Да. Во-первых, это уменьшение госпошлины. За регистрацию прав на 30% уменьшено госпошлина. То есть, если физическое лицо за регистрацию своего права, если подается в бумажном виде документы и заявления, платит 2000, а в электронном виде, соответственно, 1400 будет госпошлина. Вот. Ну, и, конечно же, это экономия. Экономия времени, экономия, может быть, где-то нервов своих, потому что нет необходимости личного визита в офис приема-выдачи. Можно подать документы прямо из дома или с любого рабочего места, где есть интернет-компьютер. Вот. Ну, и, конечно же, это еще и сокращение сроков регистрации. То есть, если по общим правилам 7 дней идет регистрация, по документам, поданным обычным способом через офисы приема-выдачи, то при подаче заявления в электронном виде срок регистрации составляет 5 дней. Для случаев, когда регистрируются договоры долевого участия в строительстве либо права на основе этих договоров, это будет 4 дня. Такой же срок составляет постановка на кадастровый учет. Спасибо, Александр Вячеславович, что пришли к нам. Спасибо, что ответили на наш вопрос. Спасибо.